Музыка Блеси Бог наш и живой освободил от работы в Параоне Моисея, род еврейский. Православные жители Одинцовского округа отметили один из самых значимых церковных праздников – Крещение Господне. Следуя давней народной традиции, самые смелые отправились к прорубям и купелям. Все правила безопасности в муниципалитете были соблюдены. Места омовений в лесном городке и рядом с деревней Сколково оборудовали в соответствии с региональными стандартами. В деревне Сколково проходят традиционные крещенские купания. Начинаются они в 12 часов и заканчиваются в 4.30. Сегодня, вы видите, у нас организованы сходня, настилы, также организованы безопасные спуски на воду. А еще теплые палатки, освещение, туалеты, удобные дорожки, горячие напитки и пункты питания. Окунуться в прорубь смогли все желающие. Делать это безопасно, если готовятся заранее и следовать всем рекомендациям. В любом случае купаться в зимний период это очень опасно. Может у человека и свисти конечности, да, и в любом случае что-то может пойти не так. Спасатели дежурят там постоянно. Если вдруг человек начнет тонуть, они обязательно окажут ему помощь, вытащат на улицу, обязательно отнесут в теплый модуль, где окажут первую помощь. Оборудованные купели украстили ледяными фигурами и подсветкой. Мужские и женские раздевалки отапливались. Жители восторги. Уровень организации в местах купания оценили очень высоко. Отлично. Второй раз в жизни. Великолепно. Где бы мы ни были, в каком городе, в прошлый раз в Оркуте, в этот раз в Москве. И слава Богу, что батюшка благословил нас чуть пораньше принять омовение. Крещенскую купель на территории храма Рождества Иоанна Предтечи в лесном городке тоже подготовили на отлично. Пункт обогрева и сбора воды, горячий чай, наличие настилов и ограждений жителям было комфортно. На объекте у нас присутствует МЧС, отдел лесногородской полиции, сотрудник амбулатории лесногородской, ГИБДД, Росгвардия. Все службы на месте. Екатерина Крамор, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.